я напомню что в прошлый раз мы обсуждали как устроенный фактор группы группы z вентой то есть группы н мерных векторов с целостичными координатами по конечно порожденный подгруппе то есть мы берем подгруппу которая порождена каким-то набором векторов так только давайте тут тогда у меня n и там и там это нехорошо конечно разные могут быть размерность пространства и количество порождающих и мы в прошлый раз убедились что такие фактор группы изоморфны прямому произведению циклических они в прошлый раз вот так вот было прошу прощения у нас было напомню матрица у нее было n столбцов и m строк строки как раз отвечали порождающим поэтому их м а столбцы координатам их н вот вот так вот лучше и у нас получился такой заморфизм ну и быть может еще какое-то количество прямых слагаемых вида z что здесь написано здесь написано прямое произведение циклических групп то есть все фактор группы которые получаются таким вот образом из группы z венте это прямое произведение циклических и отсюда мы можем получить важную классификационную теорему любая конечная я вот здесь вот оставлю даже скобочках сейчас я напишу уточнение группа изоморфно прямому произведению циклических групп то есть если ограничиваться только абелевыми группами то весь ассортимент конечных групп мы уже фактически знаем мы рассматривали прямые произведения циклических групп они у нас возникали и вот ничего с точки с точки зрения изоморфизма с точки зрения алгебраических свойств групп и ничего другого не бывает значит зачем я здесь оставил пустое место потому что на самом деле теорема говорит чуть больше она говорит что любая конечно порожденная группа изоморфно прямому произведению циклических но вот смотрите вот такая группа если тут есть множитель z она бесконечна но тем не менее она конечно порожденная и вот если группа конечно порожденная то есть у нас есть абелева группа до абелева я-забыл добавить слова по-моему я его сказал мы забыл написать абелева группа если у нас есть абелева группа конечная порожденность означает как раз что у нас есть какой-то набор элемента в этой группе такое что он порождает все группу любой элемент группы представляется в виде произведения степеней вот этих вот элементов же 1 gм это обобщение циклических групп циклическая группа порождается одним элементом ну а мы можем брать порождать каким-то множеством элементов и эта группа абелева вот про такие группы у нас есть вот такая структурная теорема мы на самом деле знаем как они устроены бывает часто удобно в анализе потому что мы уже знаем что есть у нас возникла группа такого вида вот она обязательно изоморф на чему-то такому как доказывать эту теорему фактически нужно свести вот к этому случаю как это происходит вот смотрите тут мне как раз удобно поменять индекс написать n почему потому что у меня теперь да у меня было z 20 теперь я хочу рассмотреть гоморфизм из z 20 в а какой гоморфизм берем набор целых чисел это важная конструкция она у нас еще в одном очень важном месте возникнет и я отправляю этот набор целых чисел в такой элемент группы у меня действует гоморфизм группу же 1 степени x1 же 2 в степени x2 и так далее же n степени xn ну то что это гоморфизм это легко понять если мы возьмем два вектора им будут отвечать два вот таких произведения но сумме будет отвечать конечно произведение этих сумм почему потому что у нас группа абелева значит если я возьму выражение какого-то вот такого вида и умножу перемножу два таких элемента то у меня конечно после перегруппировки множителей получится как раз то что нужно получится элемент группы который отвечает целочисленному вектору который является суммой этих целочисленных векторов то есть это гоморфизм и это сюрлективный гоморфизм потому что жеиты порождают всю группу значит по теореме гоморфизмы мы знаем что а образ этого гоморфизма изоморфен за твентой по ядру ну казалось бы и все можно использовать предыдущий наш анализ и сказать что все значит у нас вот это вот уже и заморф на прямом произведению циклических есть одна тонкость которую нам сейчас надо разобрать вот смотрите там у нас заранее было известно что подгруппа конечно порождена а тут у нас подгруппа которая является ядром гоморфизма и вообще говоря никто не обещал что любая подгруппа за твентой будет конечно порожден бывают группы в которых есть подгруппы не имеющие конечного набора порождающих здесь это не так собственно осталось нам для доказательства теоремы убедиться что ядро конечно порождено на самом деле можно доказать больше давайте не на пусть это будет лемма у меня теперь если у меня есть подгруппа z вентой то это подгруппа изоморф на какой-то группе z в катой ну-ка от нуля до n то есть любая подгруппа группы целочисленных н мерных векторов сама по себе изоморф на группе целочисленных векторов может быть другой размерности это похоже на то что вам рассказывали на линейной алгебре про пространство только у нас тут координаты только целые и поэтому рассуждать нужно чуть-чуть аккуратнее у нас нет деления мы должны более аккуратно действовать но тем не менее эту лему доказать не так сложно доказательства индукция по размерности значит база базу мы уже разбирали если у нас есть подгруппа просто z z это циклическая и у нас была теорема что подгруппа циклическая группы циклическая значит аж тогда это или единичные подгруппа или аж имеет вид она циклическая и она порождена каким-то элементом д то есть она имеет вид кратные какого-то числа д других вариантов нет и это отвечает наш элемент теперь шаг индукции значит у нас для n пусть будет доказано теперь мы хотим доказать для n плюс 1 давайте рассмотрим нашу подгруппу уже z n плюс 1 и рассмотрим такой заморфизм который вектору n плюс 1 мерному сопоставляет n плюс первую координату последнюю координату то есть это морфизм из z вентой в z то что это морфизм совершенно очевидно понятно что когда мы складываем векторы каждая координата сказаться в том числе и последний ну а какие у нас есть варианты первый вариант образом морфизма вот этого пи только 0 то есть n плюс первая координата во всех элементах подгруппы равна нулю ну тогда наша подгруппа образ прошу прощения тут давайте я напишу сразу аж мне нужно ограничение этого морфизма на аж то есть он конечно определен для всех для всей группы z n плюс 1 но определено его ограничение на аж мне важно именно смотреть за отображением на подгруппе предположим что во всех элементах подгруппы последняя координата 0 но это означает что аж изоморф на некоторой группе а штрих прямое произведение но вот такой вот подгруппой которая состоит из одного нуля и ясно что аж штрих уже подгруппа z вентой по индуктивному предположению мы получаем что это изоморф на какому-то z катая ну а умножать на единичную группу у нас ничего не меняется то есть это получается изоморф на группу таким образом это случай простой теперь есть второй случай чуть похитрее но тоже не очень сложно допустим образ этого морфизма ну какая-то подгруппа нетривиальная уже группы целых чисел какие кратные какого-то числа для тогда я утверждаю что h изоморф на да а ядром морфизма давайте я обозначил h0 это подгруппа а я рассматриваю морфизм еще раз повторяю именно на подгруппе h и вот сейчас и мне хочется доказать что h изоморф на h0 прямое произведение на вот этот вот образ то есть это тот случай который у нас уже в прошлый раз возникал я говорил что так бывает не всегда но вот случае подгрупп z вентой так тоже бывает то есть смотрите получается так что наша группа изоморф на ядро прямое произведение на образ вот нам это надо доказать потому что если мы это докажем то понятно что вот это вот это тоже подгруппа ну вот как мы видели что такое h0 h0 всегда это это те как раз элементы h у которых последняя координата равна нулю поэтому это всегда изоморф на по индуктивному предположению какой-то z к ты то есть тут мы получаем z к ты а тут мы получаем как мы знаем кратные любого числа целого они изоморф на z то есть мы получаем то что нам нужно доказать осталось понять почему вот такой изоморфизм но давайте смотреть давайте возьмем пару h0 принадлежащую h к принадлежащие z и такой паре мне надо сопоставить я буду устроить изоморфизм вот в эту сторону это неважно я буду сопоставлять вектор давайте поскольку у нас образ данном случае равен d то у нас заведомо есть я где-нибудь вот здесь отдельно напишу есть вектор у предлежащий h такой что у n плюс 1 равняется d ну откуда то у нас в образе d возникло значит какой-то вектор имеет эту координату это число d последней координате и вот я напишу такое отображение h0 плюс к на вот этот самый вектор q у последняя координата d напомню ну давайте смотреть во первых сущности нам нужно что доказать что любой вектор из h так представляется но это достаточно очевидно смотрите вот пусть у меня есть вектор который давайте вот здесь напишу принадлежит h это означает что у него последняя координата имеет какой-то вид kd ну а тут какие-то координаты но тогда если я рассмотрю x минус q у такого вектора n плюс 1 координата равна нулю потому что здесь kd у у последняя координата d поэтому когда мы умножим на к мы получим снова к д сократится получится 0 то есть вот этот элемент принадлежит вот этот вот вектор принадлежит h0 ну и посмотрите что у нас написано видно что вот этот x теперь у нас представлен вы в таком виде x минус q у плюс к углу значит это отображение сюрреективно теперь инъективность но инъективность достаточно очевидно смотрите если у нас имеет место вот такое равенство то ну инъективность что означает что если образы равны то и прообразы должны быть равны сейчас мы это и проверим получаем вот такое равенство но смотрите у этих векторов последняя координата 0 значит у этого вектора она тоже 0 значит у этого вектора должна быть 0 но она вообще-то у d значит чтоб она равнялась нулю нам нужно чтобы к равнялась к штрих то есть тогда получаем что вот это ноль ну и и тогда получаем что и аж равняется аж ну то есть здесь мы имеем опять-таки простой случай никакого такого подкручивания не происходит имеет место вот такой вот изоморфизм с прямым произведением ну и все давайте теперь я буду возвращаться назад то есть мы доказали лему что любая подгруппа группы за твенты изоморфно z вкаты за ткаты конечно конечно порождена обычными координатными векторами значит любая подгруппа за тент и конечно порождена значит ядро вот этого гоморфизма конечно порожденное и значит мы можем для доказательства нашей теоремы применить предыдущую теорему когда мы описывали как устроенный фактор группы за твенты по конечно порожденные подруги там мы сразу зафиксировали что подгруппа конечно порождена ну а теперь нам пришлось проверять что все подгруппы конечно порождены ну вот это и все вот такого рода морфизм он важен и повторю еще раз во второй части курса у нас возникнет тоже в очень важном месте и значительная часть конструкций которые будут второй части курса будут основаны на похожим гоморфизм этот вот идею ее очень полезно осознавать ну хорошо значит это мы разобрались до какой-то степени с сабелевыми группами ну правда только с конечно порожденными есть не конечно порожденные группы например группы рациональных чисел по сложению не конечно порождены там нет конечно системы порождающих это легко проверить и устроена она сложнее она как раз не изоморф на прямом произведении циклических что тоже легко проверить и это отдельная история какие бывают не конечно порожденные группы есть про дело наука но она такая уже более эзотерическая нам напомню поскольку нас интересует больше комбинаторные приложения очень важен важна именно вот такая формулировка почему я с нее начал конечные группы по крайне мере абелевы мы уж точно знаем как описывал если говорить про не абелевы группы ничего похожего нет точнее как нет есть средства как описывать произвольные группы но они довольно сложно они тоже основаны на вот этом вот теореме гоморфизме что нам сущности надо уметь описывать какие-то фактор группы но там нужно строить последовательности и кроме всего прочего тут у нас случай белевых групп все очень сильно упрощалась вот этой вот базы у нас есть простейшая группа циклическая бесконечная циклическая группа z1 и все остальное основано на ней а случае не абелева групп таких вот блоков строительных и гораздо больше они устроены гораздо сложнее и в принципе они рас классифицированы но это одна из самых трудных теорем в математике классификация занимает страниц 50 или 60 текста доказательства занимает несколько тысяч страниц то есть в общем это далеко за пределами нашего курса я даже не буду пытаться что-то объяснять но тем не менее поскольку я напомню что у меня хотя основная часть курса это именно про абелев случай но я хотел бы вам рассказать приложение в комбинаторике теории групп и там нужны как раз не абелева групп поэтому сейчас мы вот начиная с этого момента и ну и всю эту лекцию всю следующую мы будем скорее сосредоточены на не абелевом случае но будем какие-то достаточно простые вещи смотреть ну во первых какие бывают гоморфизмы для любых групп бывают автоморфизм и это изоморфизм группы с самой собой то есть отображение из группы группу такое что она биективно во первых во вторых сохраняет операцию автоморфизм группы это в каком-то смысле симметрия то есть вот у нас допустим для геометрических тел существуют симметрии что-то если вы примените некоторое преобразование по сути дела ничего не изменилось вот то же самое из группами если вы примените автоморфизм то по сути дела ничего не изменится автоморфизм и разумеется зануды относительно композиции если вы возьмете два автоморфизма до композиции объекция бекции и сохранение операции Ну, просто можно проверить по шагам. И обратный к автоморфизму тоже будет автоморфизмом. Это мы не проверяли буквальными выкладками, но проверяется это в одну строчку. И поэтому все вместе автоморфизмом порождают то, что называется группа автоморфизмов. Это еще один способ, как строить группы. Если уже у вас есть какая-то группа, вы можете посмотреть, какие у нее автоморфизмы. Но это тоже получится группа. Иногда эта группа даже будет абелевой. Ну, если же абелева. Но для некоторых абелевых групп это уже не так. И группы автоморфизмов оказываются неабелевыми. И вот они-то, из них, в конечном счете, можно извлечь те строительные блоки, из которых строятся все группы. Почему автоморфизмы важны? Но они важны по многим причинам, потому что понятно, что если у нас есть симметрия какого-то объекта, это всегда полезно знать и использовать. И я хотел бы сразу ввести очень важный пример автоморфизмов, который называется сопряжение. Вот пусть у меня есть элемент группы. Давайте я рассмотрю такое отображение, которое каждый элемент группы переводит вот в такое произведение. g в минус первой, xg. Это сопряжение посредством g называется. Я утверждаю, что это автоморфизм. То есть, если я применю каждому элементу группы сопряжения, у меня получится автоморфизм. Почему так? Ну, давайте посмотрим. Нужно проверить биективность, во-первых. Но это очень легко. Предположим, что y равняется образу какого-то x. Как построить обратное отображение? Ну, вот это равенство можно переписать, умножив левую и правую часть. В виде равносильного равенства. Что умножив левую и правую часть слева на g, а справа на g в минус первой. Мы знаем, что умножение, у нас есть закон сокращения, умножение на элемент группы приводит к равносильному равенству. Поэтому вот это равенство равносильно тому, что g, y, g в минус первой это x. Ну, тут у меня было g, оно сократится с g в минус первой, g сократится с g в минус первой, останется вот такой раз. Таким образом, сопряжение уж точно биективно. Ну, и нужно проверить, что... Давайте я все-таки... Тут, наверное, уже неудобно смотреть. Какой-то куцый уголок я вот это вот сотру. Ну, теперь уже Абелю в случае мы пока отложили в сторону, поэтому это все сейчас нам не так важно. Что бросите? А, ничего. Давайте посмотрим, как записать сопряжение произведения. Ну, буквально оно записывается вот так. Так, но смотрите, что я могу сделать. Я могу вот здесь, между x и y, ставить g, g в минус первой. Это же единичный элемент, поэтому ничего не изменится. Но вот это и вот это, это как раз сопряжение x и y. То есть, мы видим, что свойства гамморфизма, что образ произведения равен произведению образов, опять-таки выполняется. Таким образом, это автоморфизм. Биекция группы самой собой, сохраняющая операцию. Такие автоморфизмы еще называются внутренними. И это довольно интересный вообще объект. И дальше нам сопряжение потребуется в любом случае. Значит, я сразу скажу вот что. Что, конечно, если группа Абелева, сопряжение ничего интересного не дает. Смотрите, если группа Абелева, можем переставить здесь множители, и g в минус первой, и g просто сократиться. То есть, в Абелевом случае сопряжение – это всегда тождественное отображение. Никаких внутренних автоморфизмов у Абелева групп нет. Внешне есть. У Абелева групп много автоморфизмов. Они достаточно сложно устроены для многих групп. Но вот таких вот сопряжениями нет. А в не Абелевом случае это не так. И более того, вот эти вот сопряжения, как мы сейчас увидим, они некоторым двойственным образом возникают еще в наших рассуждениях. Но тут мне пора переходить к основному предмету моего рассказа на этой лекции и на следующей. Это тоже как раз пример гамморфизмов, но он очень важный. Он пронизывает на самом деле всю математику, не только алгебру. Но я примерами ограничусь только из алгебры и комбинаторики. Может быть, пару слов скажу про другие примеры, а может быть и нет. Но подробно, по крайней мере, я разбирать не смогу. Ну, тем более, что дифференциальные уравнения вы пока не учите. У вас сразу что там в физике что-то такое возникает. Там понятие траектории, понятие фазового пространства, по которому движется. Это все в физике, наверное, уже и сейчас у вас как-то возникает. Но в математике это обычно возникает, когда изучаются дифференциальные уравнения. Так что я подробно про это говорить не буду. Ну, давайте, значит, поскольку нас интересует алгебра, у меня в основном примеры будут алгебраические и комбинаторные. Давайте я дам определение. Это я так интригую, а определение не дал. По определению, действие группы G на множестве х – это гомоморфизм. Группы G – группу объекций х. То есть у нас есть группы, мы каждому элементу группы сопоставляем некоторое отображение на множестве х, которое является взаимно однозначным. И это гомоморфизм, то есть произведение элементов группы сопоставляет с композицией гомоморфизма. Я это сейчас буду подробно рассказывать, но это очень важно. Вот это вот определение. Поскольку действия возникают много где, и нам нужно будет много про них говорить, я сразу зафиксирую несколько необычных обозначений. Вот это стандартные обозначения для гомоморфизма. Действия очень часто обозначают вот так. Ну, понятно почему. Каждому элементу группы мы сопоставляем какое-то отображение множества х. И символически это хочется записать вот в таком виде, что группа – это группа каких-то отображений множества х в себя. Биекций причем всегда. Дальше терминология. Ну, у нас есть множество, но они разнородные. Группа и множество х. Поэтому, чтобы не путаться и говорить короче, я буду говорить всегда про элементы группы, как про элементы, а про элементы х, как про точки. Это просто другое название элементов х, тем, чтобы сразу было понятно, о чем я говорю, про элемент группы или про элемент множества, на котором эта группа действует. И опять-таки обозначения. Вот если в предыдущих обозначениях у меня пришлось бы писать что-то вот такое. Смотрите, у – это какая-то точка, это образ х при действии образа некоторого элемента g. Ну, так писать можно, это совершенно стандартное обозначение, которое всюду используется и теоретика множества, но довольно громоздкое. Поэтому, конкретно, когда мы говорим про действия групп, вот это вот будет записываться короче. y будет записываться как g точка x. То есть у нас вместо вот этого вот фи от g для действия группы обычно имя вот этого гамморфизма его не задают. Просто говорим, что действие такое-то. То есть мы его определяем, но специального имени не задаем, потому что это только усложнить запись. Вот сравните вот эту запись и вот эту, это намного короче. Ну, и в этой записи свойство гамморфизма задается очень просто. Если я подействую произведением двух элементов группы на какую-то точку, то это то же самое, что я вначале подействую элементом g2 на эту точку, а потом на полученную точку подействую элементом g2 на композицию. У нас гамморфизм группу биекций, а в группе биекций групповая операция – это композиция отображения. Поэтому я и пишу композицию отображения. Вот это свойство должно выполняться, ему удовлетворить не так сложно. и в сущности проверять его, конечно, нужно, потому что иногда можно сдать какое-нибудь такое отображение, которое не обладает этим свойством, но в очень многих естественных случаях это свойство выполняется почти автоматически. Теперь надо бы привести примеры действий. Давайте я начну с алгебраических примеров. И у меня уже, конечно, появились сопряжения. Это один из примеров. С сопряжениями связан один из примеров действия группы на себе самой. Для алгебры оказывается важным, что группа умеет действовать на себе самой. И на самом деле есть два разных действия. Вот есть действие с двиганием. Давайте я начну с него, оно проще. Как определяется действие с двиганием? Теперь смотрите, у меня и группа, и элементы, и точки – это элементы группы. Значит, когда я пишу g действует на x, я понимаю, что x тоже из группы. Я просто по определению считаю, что это x умножается на g слева. Это определение действия с двиганием. Ну, то, что это объекция, это нетрудно понять, потому что если вы знаете g умножить на x, как определить x, надо умножить на g минус 1 слева. То, что это аморфизм, тоже легко проверить, потому что, смотрите, что такое действие произведения. это по определению, которое здесь написано, это я беру произведение g1, g2 и слева умножаю на x. Но мы знаем, что это умножение в группе ассоциативно, и можем переписать это как g1 умножить на g2x. А тогда это по определению как раз и означает, что мы вначале элемент x действуем на элементы g2 сдвигом, получаем g2x, потом на g2x действуем g1 сдвигом, то есть получаем как раз композицию вот этих вот сдвигов. И это отвечает нашему свойству аморфизма. Таким образом, у нас появилось действие сдвига на любой группе. Оно выглядит очень просто. Объясняли, кстати, почему мы так заботливо относимся к ассоциативности. Сущность отсюда у нас сразу из ассоциативности появляется все в действии. Что про это действие можно сказать? Ну, во-первых, оно точное. Это по определению означает, что ядро действия только нейтральный элемент. Мы всегда знаем, что действие – это частный случай аморфизма. Мы знаем, что ядро – это подгруппа. В некоторых случаях эта подгруппа состоит только из нейтрального элемента. Вот для действия используется специальная терминология. В этом случае говорят, что действие – точное. Что это означает с учетом теоремы аморфизма? Смотрите, вот у нас есть… Я напишу вот это стандартное обозначение, чтобы легче было посмотреть на то, как применяется теорема аморфизмы. Теперь я напишу теорему аморфизмы. Образ изоморфен фактору по ядру. Но если действие – точное, ядро состоит из единичной группы. И мы получаем, что образ действия просто-напросто изоморфен самой группы. Точное действие – оно является воплощением нашей группы, как раньше любили говорить, абстрактной группы, в виде группы преобразований некоторого множества. Ну, тут у нас, конечно, множество самого себя группа, но точным действием может быть не обязательно в этом случае. Любое действие может быть точным или неточным – это свойство ядра. И отсюда мы получаем потрясающий вывод, кстати, сразу. Которая называется теорема Келли. Одна из самых старых теорем про группы, которая была доказана, когда еще и терминология не до конца устоялась, ну, в общем, в 19 веке. Любая конечная группа изоморфна подгруппе группы перестановок. Я уже, кажется, даже упоминал что-то такое, что группа перестановок в каком смысле универсальна. Вот в этом самом смысле. То есть, какую бы вы конечную группу ни взяли, вы можете подобрать подгруппу группы перестановок, которая будет изоморфна этой группе. И связано это именно с действием с двигами. Потому что, смотрите, давайте посмотрим на все эти определения, которые у меня написаны. Предполагаю, как в случае теоремы Келли, что G конечна. Тогда S от G это просто-напросто нот SN, где N порядок группы G. И мы, получается, нашли образ этого гоморфизма, образ действия. Мы видим, что по теореме о гоморфизме действие это точное. Я, кстати, этого так и не доказал. А вы мне на слово поверили или все ждете, когда я докажу? Насколько очевидно, что действие точное? Я сказал, что оно точное, но не привел доказательства. Ну, давайте я уже закончу с этим. Тут уже совсем просто, а потом проверим точность. Это тоже очень просто, на самом деле. Получается, что у нас есть подгруппа, образ этого действия, группе перестановок, которая изоморфна в нашей группе. Вот это и есть теорема Келли. Теперь, почему действие точное? Любой группы не обязательно конечные. Ну, смотрите. Что у нас в группе B является нейтральным элементом? Это тождественное преобразование. Значит, если G принадлежит ядру действия, должно выполняться вот такое свойство для всех X, ну, в данном случае, принадлежащих группе. А G действует на X умножением. То есть, мы получаем равенство G умножить на X равняется X для любого X. Каким может быть такое G? По закону сокращения только единичным. Достаточно даже для одного X, чтобы выполнялось такое равенство. Мы умножим на X минус первое справа и получим, что G равняется Y. Таким образом, тождественное отображение может перейти при действии с двиганием. Может перейти только единичный элемент группы. При более хитрых действиях это не так. У нас будут примеры неточных действий чуть позже, которые тоже очень важны на самом деле. Но вот это, что касается действия с двиганием. По моим часам наступил перерыв. Давайте продолжим. Значит, я закончил на том, что рассмотрел пример действия группы на самой себе с двиганием. Есть второе действие группы на самой себе, которое тоже важно с опряжениями. Как устроено это действие? Ну, оно отправляет точку, в данном случае тоже элемент группы, в сопряженную. Я утверждаю, что это действие. То есть, вот это определение. Смотрите, тут я доказывал свойства гамморфизма для X. Теперь мне нужно доказать, что сопряжение, последовательное сопряжение двумя элементами, это композиция сопряжений вначале одним, потом другим. Это и будет означать свойства гамморфизма. Вот это вот действие. Ну, как это проверить? Проверка прямолинейная. Нужно записать просто определение. Обратные к произведению мы знаем, что это произведение обратных, но только в другом порядке. Ну, и вот смотрите, вот это вот как раз действие G1, а потом мы еще подействовали G2. Таким образом, действие сопряжениями – это тоже действие, это гамморфизм из нашей группы в группу преобразований группы. Но более того, мы уже знаем, что это автоморфизм. То есть у нас получается, что есть вот такой гамморфизм. О, только тут же, прошу прощения, почему-то написал S, это автоматически случилось. То есть, когда мы говорим о сопряжениях, мы понимаем, что это еще такие вещи, которые вот задаются элементами группы, и это соответствие тоже очень хорошо устроено. Это гамморфизм. У нас получается, что образ – это как раз внутренние автоморфизмы, и это действие уже не обязательно точное. Представьте, что группа Абелева. Тогда сопряжение не меняет никакой элемент, то есть образ состоит только из тождественного преобразования. Значит, ядро не то, что единичное, ядро состоит из всей группы G. Ну, и бывают промежуточные случаи, когда действие не точное, но ядро не нулевое. То есть, действие с сопряжениями не обязательно точное. Но оно, тем не менее, очень важно, потому что, ну вот из-за того, что здесь написано, из-за того, что каждое сопряжение – это автоморфизм, и это нам помогает. Вот, ну, давайте я сейчас, мне пока не хватает слов, чтобы сказать, чем это помогает, поэтому давайте я приведу еще пару примеров, но уже комбинаторных, а потом начну общие слова говорить с тем, чтобы можно было как-то это комментировать, потому что сейчас слов пока маловато. Следующий пример – это действие группы перестановок на множестве чисел. Пи отправляет число и в образ и относительно этой перестановки. Ну, тут аморфизм тривиальный, мы просто СН так и определяли, как множество объективных преобразований этого множества чисел. Тем не менее, такое действие есть. Что существенно для комбинаторики? У этого действия есть масса продолжений. Например, можно действовать на парах чисел. Пара числа, то есть двухэлементное множество и G, переводится перестановкой Пи в пару Пи от И, Пи от G. Ну, это объекция, что достаточно очевидно. А свойства алгорморфизма как проверить? Ну, смотрите, если у нас две такие перестановки, то я вначале применю одну, получу пару, потом к ней применю вторую. То есть тут достаточно очевидно, что композиция перестановок будет действовать как композиция этих отображений. Потому что это отображение, оно, в математике часто говорят, поднимается вот с этого. Если у нас уже есть вот такое отображение, вот это им однозначно определено, а там мы все уже знаем. Есть более сложные примеры, которые интересны с точки зрения дискретной математики или комбинаторики. Я вот напишу такое страхолюдное выражение. Это означает подмножество пар. Ну, вас в прошлом семестре учили, что такое подмножество пар. Это ребра графа. То есть это действие на неориентированных графах. Вот у меня есть граф, скажем, 1, 2, 3. И есть перестановка 1, 2. Куда она переведет тогда? Пару 1, 2 она переведет в себя. Пару 2, 3 она переведет в пару 1, 3. Потому что 3 остается на месте при действии перестановки, а 2 переходит в 1. Получим пару 1, 3. То есть вот эти два графа, один получен из другого действия перестановки. И с этим связаны некоторые важные понятия, которые общие, которые я сейчас хочу ввести. Но первое важное... Нет, все равно надо вначале общее понятие ввести. Я не могу ничего сказать больше. Вот такое вот действие не обязательно на парах, а вот на подножествах некоторых, на некоторых конечных подножествах. У нас такие действия будут появляться в комбинаторных приложениях очень часто. То есть нам в основном будет интересно именно, как действует симметрическая группа. Ну и вот, чтобы прокомментировать эти примеры дальше, как я уже говорил, мне понадобятся новые понятия, потому что не хватает слов. Значит, орбита. Значит, у меня зафиксировано некоторое действие. И вот если есть действие, то мы будем говорить об орбите точки, понимая под этим множество тех точек Y, которые получаются действием на X какого-то элемента группы G. То есть вот взяли какую-то точку X, подействовали одним элементом группы, другим элементом группы и так далее, и получаем, вот все эти множества образуют орбиту. Давайте я для скорости пропущу экскурс в более сложный пример действия, который объясняет слово орбита. Это связано с действием группы действительных чисел по сложению на фазовом пространстве динамической системы. Орбита – это вот то, что вот рисуют. Когда рисуют Землю, и вот спутник крутится по эллипсу, вот эллипс – это и есть орбита. Множество тех точек, где спутник может побывать. Если вы возьмете какую-то точку орбиты, то после действия какого-то момента времени вы получите любую другую точку орбиты. Но я ограничусь вот такими очень невнятными словами, потому что это требует чего-то более аккуратного и сильно далеко от нашего курса. Но здесь у нас есть уже несколько примеров действия, есть понятие орбиты. Значит, смотрите. В случае действия Sn на числах, чему равна орбита, ну, скажем, числа 1. Это все множество n, согласны, да? У нас всегда найдется перестановка, которая единицу отправит в любое другое число. В этом случае говорят, что действия транзитивны. Ведь если орбита какой-то точки x совпадает со всем множеством, то это по определению означает, что действие транзитивно. Орбита, по сути дела, одна. Но это я чуть попозже прокомментирую. Что происходит при действии на парах? Орбита, ну, какой-нибудь пары, скажем, 1, 2. Это, опять-таки, все множество пар. Понятно, что вы сможете подобрать перестановку, вот если у вас есть какая-то пара i, j, вы сможете подобрать перестановку, в которой единицу отправляют i, а двойку отправляют g. Это же у нас пары, они разные, поэтому всегда такое можно подобрать. Это тоже транзитивное действие. А вот это вот действие, на неориентированных графах, оно нетранзитивное. Смотрите, что будет орбитой вот этого графа. Будут графы, которые устроены точно так же, но имена вершин будут другими. То есть любой граф, у которого, который имеет вид там пути длины 2, с какими-то именами вершин, он будет лежать в орбите, потому что точно так же, как в предыдущих двух примерах, я смогу отобразить. То есть это, по сути дела, то, что, я не знаю, рассказывали ли вам про это в прошлом семестре, но это то, что называется класс изоморфизма графов. То есть в орбите лежат только графы изоморфные данные, в орбите данного графа. Действие перестановками, переименование вершин, оно граф переводит в изоморфный. И поэтому графы бывают разные. Тут я нарисовал пример графа с двумя ребром, а бывают графы с одним ребром. И они лежат в разных орбитах. Не может граф с одним ребром лежать в орбите, а графа с двумя ребрами. И это некоторые важные, это нетранзитивное действие. И одна из основных задач, которые мы будем решать, это подсчитывать количество орбит. До нее далеко, это будет в следующий раз. Сейчас давайте я быстро вспомню, какие у меня были действия группы. Действия с сопряжениями, конечно, тоже не обязаны быть транзитивными. Но оно вообще в Нябелевом случае в Нябелевом случае тривиальное, поэтому понятно, что оно не транзитивное. А вот действие с Дигами, оно транзитивное. Умножением на данный элемент G я из любого элемента группы могу получить любой другой. Это, по сути дела, означает, что у меня есть обратный к любому элементу. То есть это и свой из группы сразу следует. И орбиты действия с сопряжениями, это называется классы сопряженных элементов. Почему это так называется? Вот следующая вещь, которую нужно понять про орбиты. Мы так быстро посмотрели примеры, но есть некоторые важные общие свойства орбит. Орбиты в этом смысле похожи на классы смежности. Они совпадают или не пересекаются. Давайте формально это я напишу так. Давайте определим отношение между точками Х и У так, что Х это Х принадлежит орбите У. Я утверждаю, что это отношение это отношение эквивалентности. И тогда, если это так, мы знаем, что каждое отношение эквивалентности разбивает множество на пары. Извините, на подножество, не пересекающее. Каждое подножество это и есть орбита. Потому что смотрите, если у нас два элемента эквивалентны, это означает, что Х лежит в орбите У. То есть все точки, которые здесь лежат, они будут лежать в орбите У. Нетривиально то, что это действительно пересекается. Давайте проверим просто все свойства. Первое свойство. Рефлексивность. Х принадлежит орбите Х. Это понятно, так как у нас есть нейтральный элемент, он переходит в кождественное преобразование. Как всегда при гамморфизме нейтральный элемент переходит в нейтральный. Ну и значит это Х. То есть действием нейтрального элемента я из Х могу получить Х. Теперь симметричность. Предположим, что Х принадлежит орбите У. Это означает, что Х это какой-то элемент на Х умножить на Х. Давайте. У нас действие, это гамморфизм. Давайте подействуем на левую и правую часть Ж в минус первой. Поскольку это гамморфизм, смотрите, это то же самое, что подействовать Ж в минус первой на Ж на И. Ж в минус первой на Ж это нейтральный, мы знаем, что он действует как кождественное преобразование, поэтому мы получаем, что Ж в минус первой Х это У. Значит, У лежит в орбите Х. Ну и транзитивность нужно проверить. Пусть Х лежит в орбите У, а У лежит в орбите З. Ну тогда смотрите, Х это G1 действующий на У, который G2 действующий на З. Опять-таки используем свойства гамморфизма, это получается, что это то же самое, что подействует G1, G2 на З. Таким образом, если Х принадлежит орбите У, и У принадлежит орбите З, то Х принадлежит орбите З. Таким образом, орбиты, вот как они, вот здесь нарисовано, как классы смежности, они разбивают точки на непересекающееся множество. То есть каждая орбита, это вот такое вот множество. И если говорить о действии с сопряжениями, ну действия с двигами неинтересны, там орбита одна, а если говорить о действии с сопряжениями, получается множество, которые как раз называются классами сопряженности, и опять-таки количество классов сопряженности, это важная характеристика группы. Насколько важные, мы даже не успеем в полной мере почувствовать, но для симметрической группы мы в следующий раз разберемся, как устроены классы сопряженности, это действительно важно. Важно в силу вот этого вот обстоятельства, что сопряженные элементы с алгебраической точки зрения в группе устроены одинаково. У нас есть автоморфизм, который переводит один элемент в другой. Ну и значит, раз есть автоморфизм, то все алгебраические свойства, связанные с этим элементом, должны быть похожи. Порядок должен совпадать и так далее. Хорошо, значит. И вот поскольку мы доказали эту теорему, теперь я могу даже сформулировать основную задачу, которую я, правда, в основном буду решать в следующий раз. Вот основная задача, комбинаторная, которую, может быть, даже и не очень понятно, почему я ее называю комбинаторной, давайте я в следующий раз объясню. Она на алгебрическом языке формулируется так. У нас есть группа, действующая на каком-то множестве, и мы хотим посчитать число орбит. Но уже сейчас, вот на этом примере, видно, что это действительно имеет комбинаторный смысл. В частности, этот пример показывает, что такой вопрос является частным случаем этого общего вопроса. Сколько есть низоморфных графов на н вершинах? Это ровно количество орбит действия группы перестановок вершин на графах. Таким образом, мы можем легко посчитать, сколько есть вообще графов, потому что это столько, сколько подмножеств, вот этого множества. Ну, тут вот написан ответ, на самом деле. 2 в степени биномиальных коэффициентов из n по 2, если рассматривать простые неориентированные графы. Но если мы хотим считать, что графы, изоморфные графы, это один и тот же граф, ответ становится сложнее. как его навести. Ну, вот я в следующий раз запишу процедуру, которая не то чтобы дает совсем простую формулу, но которая, например, годится для того, чтобы написать несложную программу, которая вам посчитает число низоморфных графов, там, не знаю, ну, до количества вершин, я думаю, до сотни, если у вас будет длинная арифметика, потому что там низоморфных графов очень много, вы видите, сколько их, так примерно и будет, то есть это у вас будут числа порядка 2 в десятитысячной, то есть вам нужно, конечно, чтобы ваша арифметика могла десятитысячные значные числа поддерживать. А в целом, программа будет работать какое-то время, не то чтобы мгновенное, но достаточно быстро, а там до 20-30 такая программа будет просто мгновенно все считать. Но это в следующий раз, и как писать такую программу я все-таки обсуждать не буду, я докажу некоторую общую лему и приведу другой пример комбинаторной задачи, которую можно руками досчитать до конца, это тоже довольно любопытно. Но пока, пока, пока мне нужно еще, мне не хватает, во-первых, общих конструкций и не хватает некоторых интересных примеров. Поэтому я начну с того, что введу связанное с орбитами общую конструкцию, еще одно. а потом рассмотрим несколько примеров всего, что я рассказывал. Связанное с орбитой конструкции называется стабилизатор точки. это теперь уже там у меня было множество точек, а это уже множество элементов группы, которые оставляют данную точку на месте. вот у нас есть, ну, вот у меня еще не стерт пример, вот группа перестановок действует на множестве чисел от 1 до n. Что будет стабилизатором числа 1? Те перестановки, которые единицу переводят в себя. Просто по определению. И есть факт, который, по сути дела, еще одна инкарнация теоремы Лагранжа. Но это может показаться не совсем очевидным. Если вы возьмете действие группы на множестве точку, орбиту этой точки и стабилизатор этой точки, будет выполняться вот такое равенство. Размер орбиты это порядок группы разделить на порядок стабилизатора. Да, стабилизатор это подгруппа. Я мог бы написать формулу, но мне хочется, чтобы вы постепенно такие простые факты научились мысленно в голове для себя проговаривать. Я просто буду тыкать в определение и объяснять, какие формулы надо было бы написать. Что нужно проверить, чтобы убедиться, что какое-то подножство группы является подгруппой. Нужно проверить замкнулись, во-первых, относительно операции. Представьте, что у вас есть два элемента в стабилизаторе G1 и G2. Каждый из них X оставляет на месте. Что будет делать их произведение? По свойству гоморфизма вы должны вначале подействовать G2, оно ничего не изменит, останется X. А потом подействовать G1. Опять ничего не изменится, останется X. Значит, произведение принадлежит. Теперь, если мы действуем обратным, допустим, G стабилизирует X. Как будет действовать обратный? Ну, надо опять-таки к этому равенству, на это равенство подействовать G в минус первой. В левой части будет X, а в правой части будет G в минус первой, действующая на X. Ну, и этого достаточно. Можно, конечно, проверить, что ждественный, в нейтральный элемент входит в стабилизатор, но это мы уже фактически проверяли. Таким образом, стабилизатор это точно подгруппа. И вот это вот равенство на самом деле устанавливается тем, что мы... Ну, вспомните, как мы в случае гамморфизмов действовали. Мы, чтобы доказать похожую формулу для амморфизмов, для ядра и образа, мы просто-напросто установили соответствие между смежными классами по ядру и элементами образа. Вот здесь все будет выглядеть очень похоже. Я установлю биенцию между точками орбиты и смежными классами по стабилизатору. Ну, как это сделать? Давайте возьмем точку. У меня есть орбита такой-то точки x. y получается из x действием какого-то элемента g. Я отправлю тогда y мне тут нужно задать отображение. Ну, давайте я его фило назначу. Я отправлю этот y в класс смежности g ну, вот так вот на стабилизатор x. То есть, класс смежности содержащий g. Ну, как обычно, надо проверить корректность. предположим, что у нас g1 x равняется g2 x. Мое определение использует конкретный вот этот элемент g. Я хочу доказать, что класс смежности от этого не зависит. Ну, если выполняется такое равенство, опять-таки, по действию g2 в минус первой на эти точки получим такое равенство. Но это равенство означает, что g2 в минус первой g1 принадлежит стабилизатору. То есть, что g1 принадлежит левому классу смежности g2 по стабилизатору. Таким образом, класс смежности не поменяется, если я здесь возьму другой какой-то элемент, который x переводит тот же самый. Ну, хорошо. Значит, то есть, отображение определено корректно. Ну, из этого же рассуждения видно, что если у меня давайте проверим инъективность. Предположим, что g1 y принадлежит левому смежному классу сейчас g1 x прошу прощения это какой-то y и он переходит в смежный класс g1 по стабилизатору. и у нас есть какой-то еще класс какой-то элемент g2 x z допустим, который переходит в тот же самый элемент по стабилизетору. В тот же самый смежный класс по стабилизетору. Ну, что это значит? Это на самом деле означает, вот посмотрите на эти вычисления. Это означает, что мы же по определению вот так вот переводим, что g1 и g2 лежат в одном классе смежности по стабилизатору, но тогда g2 который действует на x будет действовать так, g1 на какой-то там элемент s который действует на x но s это стабилизатор, то есть это то же самое, что g1 x. То есть мы получаем инъективность, мы получаем, что y и z одно и то же одна и та же точка орбиты. Наконец, это мы проверили инъективность, ну, если множество конечное, это уже достаточно, я хотел бы иметь, конечно, общее рассуждение, которое годится и для бесконечных орбит, хотя нас интересует комбинаторное приложение. Давайте проверим сюръективность. Ну, пусть у нас есть какой-то класс, какой-то элемент g, но он же при действии на y при действии на x он куда-то переводит x в какой-то y, а этот y он принадлежит орбите и он отобразится в соответствующий класс смежности. То есть, вот это может быть самое наглядное объяснение, почему классы смежности отвечают точкам орбиты. Потому что, смотрите, любой элемент класса смежности, он выглядит так, как g1 на что-то, что стабилизирует x, оставляет x на месте. Ну, тогда, конечно, композиция таких действий, это оставит x на месте, будет отправлять любой элемент из этого класса смежности в ту же самую точку. Итак, мы доказали эту теорему и доказали, что у нас точки орбиты находятся в взаимно однозначном соответствии с классами смежности по стабилизатору. Это важная теорема и вот за оставшееся время до конца лекции я хочу еще объяснить, прежде чем переходить опять-таки к той общей задачи, о которой я говорил, я хочу ввести конкретные примеры, в частности, примеры применения вот таких вот рассуждений. Я напомню, что есть пять правильных многогранников трехмерных. Тетраэдр, куб, октаэдр и косаэдр и дозекайдр. И для каждого правильного многогранника есть группа собственных движений и пространства, которые оставляют его на месте. Вот эта группа и называется группой многогранников. Собственных означает, что ориентация не меняется. Есть общая геометрическая теорема, которая говорит, что если, давайте я прям сформулирую, что любое такое движение, собственная симметрия многогранника обязательно является поворотом относительно некоторой оси, проходящей через центр этого многогранника. Это верно для любой ограниченной фигуры. Если у вас есть ограниченная фигура, то движение, которое переводит фигуру в себя, должно быть поворотом. Быть может, на нулевой угол, это известное отображение мы рассмотрим, как поворот на нулевой угол. Сколько элементов в группе многогранника. Ну, давайте смотреть. Вот у нас есть тетрайдер. Что мы можем сказать про группу тетрайдер? Она действует на множестве его вершин. То есть, с каждым движением, переводящим тетрайдер в себя, вершины должны переходить в вершины, поэтому каждому такому действию отвечает некоторая перестановка вершин. И, конечно, при композиции симметрии тетрайдера соответствующей перестановке вершин тоже нужно применять композицию. Давайте посмотрим, что это за действие. это действие транзитивное, потому что любую вершину можно перевести в любую другую. Ну, представьте, я хочу эту перевести в эту. Ну, значит, я должен взять, скажем, вот эту точку, взять поворот. Достаточно очевидно, что для правильного многогранника любая вершина переводится в любую другую. Значит, орбита будет иметь размер 4 в данном случае. я хочу порядок группы тетрайдера. А какая, что будет стабилизатором какой-то вершины V? Ну, вот, какие повороты сохраняют не только весь тетрайдер, но еще и какую-то его вершину. Совершенно понятно, какие, раз эта вершина сохраняется, центр тетрайдера сохраняется, пройдите прямую соединяющую центру эту вершину и вот повороты на плюс-минус 120 градусов ну и на 0 градусов и будут сохранять. Другие сохранять не будут, то есть их будет всего 3. Таким образом, мы получаем, что порядок группы тетрайдера 12. Аналогично можно посчитать и для всего остального. Группа куба. Тоже, естественно, симметрия куба действует транзитивно, в том числе и собственные. У нас получается, что размер орбиты 8. Это я вот эту вот сейчас лему использую. А какой размер стабилизатора? Ну, он такой же, потому что вы знаете, что в кубе сходятся три грани, и чтобы вершина куба переходила в себя, центр тоже будет переходить в себя, это только вот такие повороты, и это опять-таки повороты на 120 градусов. Таким образом, порядок группы куба 24. То же самое с группой октаэдера. Но если считать вот таким способом, подсчет будет немножко другим. У нас вершин будет всего 6, но зато в октаэдере сходятся в каждой вершине 4 грани, поэтому у нас повороты на углы кратные 90, значит, у нас тут будет 4. При том, что эти группы, по сути дела, есть одна группа, вот такой подсчет, он дает разные величины, потому что у нас разные подгруппы будут стабилизаторами одного и другого действия. Ну и наконец группа додекаэдра. Тут получается так, что у нас 20 вершин, и все они лежат в одной орбите, а стабилизатор он устроен вот точно вот так же, как у тетраэдра и у куба, там 3, то есть это получается 60. Но для косаэдра получается так, что у нас 12 всего вершин, но там в каждой вершине сходится 5 треугольных граней, поэтому у нас есть 5 поворотов, которые сохраняют экосайдр данную вершину. Получается то же самое 60. Эти группы очень интересны с алгебраической точки зрения, и у них есть хорошее описание. Что мне точно понадобится в следующий раз, это описание группы куба. оказывается, изоморфна группе перестановок четырех элементов. 24 это уже намекает, конечно, 4 факториал, но равенства чисел недостаточно, но вот на самом деле симметрия куба в еврейский устроена так же, как перестанки четырех элементов. Я сейчас это быстро докажу, мне осталось 5 минут, вряд ли я успею доказать что-то еще. Доказательство будет использовать как раз понятие действия группы. Я хочу доказать, что у меня есть действия группы симметрии куба на некотором множестве четырех элементов, которые порождают, которые сюръективны, но действия этого гоморфизма это вот гоморфизм сюръективный. Мне нужно найти что-то связанное с кубом из четырех элементов. Это будут большие диагонали. То есть, я буду брать противоположные вершины куба, проводить прямые через них. Ну, отрезок между этими двумя вершинами называется большой диагональю. Ну, это неважно, рассматриваю я отрезок или прямую. в данном случае. И ясно, что если у меня есть какая-то симметрия куба, большая диагональ должна перейти в большую диагональ. просто концы большой диагонали находятся максимально возможным в кубе расстояние. При любом движении они должны перейти в точке на таком же расстоянии, то есть, в конце какой-то другой диагонали. Таким образом, у меня получается так, что в каждой группе куба я сопоставляю некоторую перестановку больших диагоналей. Ясно опять-таки, что если я возьму композицию двух движений сохраняющих куб, то эти перестановки тоже нужно взять композицию, чтобы получить результирующую перестановку диагонали. То есть, это действительно действие. И в сущности, все, что мне нужно, это, поскольку и здесь, и здесь мы уже знаем, что по 24 элемента, все, что мне осталось доказать, что действительно ну, либо что ядро тривиальное, что действие точное, либо что в любую перестановку диагонали я могу реализовать движением куба. Проще доказать второе. Почему? Потому что мы уже знаем, что перестановки порождаются транспозициями. Все, что мне нужно доказать, вот давайте, вот это я назову один, это я назову два, это я назову, скажем, три, а вот это назову четыре. Все, что мне нужно доказать, что у меня есть движение куба, которое меняет местами вот эти две диагонали, но не меняет, но диагонали три и четыре переводит себя. И это движение очень легко представить. Нужно нарисовать, вот у меня есть вот эти вот две диагонали, они являются диагоналями некоторого прямоугольника. Вот я его сейчас отдельно нарисую, вот это вот одна сторона, это противоположная сторона куба, вместе с диагоналями грани они образуют прямоугольник, Большие диагонали, это диагонали в этом прямоугольнике. И вот есть поворот относительно вот такой вот прямой, проходящий через середину противоголовым сторон, на 180 градусов. Видно, что при таком повороте, вот эта вот была диагональ 1, это диагональ 2, диагональ 1 перейдет в 2, диагональ 2 перейдет в 1. Осталось понять, что при таком повороте диагональ 3 перейдет в себя. Ну почему так? Потому что 3, вот эта прямая, давайте ее назову L, 3 перпендикулярно этой прямой L, как можно увидеть. Из моего рисунка, может быть, это трудно увидеть, но это правда. И поворот на 180 градусов, вот у меня тут есть вершина V1, V2, что произойдет с поворотом на 180 градусов? В2 перейдет в V1, V1 перейдет в V2, но сама диагональ, как прямая или как отрезок, она перейдет в себя. То есть мы считаем действие не с отмеченными концами, а просто у нас есть отрезок. Если я вот так вот повернулся, то он перешел в себя. Именно такое действие нужно рассмотреть. Получается, что вот эти отрезки 3 и 4, они перейдут в себя. Ну все, значит, я могу реализовать транспозицию. Ясно, что выбор вот этой пары диагоналей произвольный, я могу взять любые две диагонали. Ситуация будет точно такой же, как на картинке, но там с какими-то поворотами. Ну и значит, я могу реализовать любую транспозицию, значит, я могу реализовать любую перестановку на четырех элементах. Значит, у меня есть зооморфизм из группы порядка 24, группа порядка 24, сюрективный. Но это возможно только в том случае, если ядро единичное. А если ядро единичное, то эти группы изоморфны. Это вот на основе всех теорем, которые у нас были, можно сделать такой вот. И отсюда мы сразу получаем вот такой вот изоморфизм. То есть, в сущности, вроде бы я нарисовал какую-то простую геометрическую картинку, но обратите внимание, чтобы корректно объяснить, почему эти группы изоморфны, мне нужно вспоминать и про теорему о гоморфизме и так далее, потому что вот все, что я рассказывал в предыдущий раз, оно все вот завязано на это дело. Но вот этот факт нам понадобится. На самом деле у меня время вышло. Про остальные группы многогранников тоже можно четко сказать, как они связаны с подгруппами группы перестановок, но мы это использовать не будем. На семинарах, я надеюсь, такие задачи будут разбираться. На сегодня все.